Дорогие друзья, я вас приветствую на своем канале Алла Тарот. Меня зовут Алла и сегодня я вам покажу наш супермаркет Корзинка. Это похоже как в России лента, континент, а у нас Корзинка называется. Сейчас зайду, спрошу разрешения и покажу. А это сейчас показываю вам стоянку. Так как мне прислали донаты и попросили именно показать Корзинку, наши супермаркеты, хавас, магнит. То, что есть у нас в Ташкенте, в Узбекистане. И показать, как это все сейчас выглядит в Узбекистане. Ой, дождик начался. Не обманули? Чуть-чуть раньше времени сказали, в 7 часов вечера, а сейчас полшестого. Ну ладно. В общем, и так снаружи выглядит наша Корзинка. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Алла. Я вас приветствую на своем канале Алла Тарот. Я в маске, поэтому извиняюсь за такой звук. И нахожусь сейчас в Корзинке, которая находится в Ташкенте, на Яшнобадском районе, недалеко от Базара Кадышева. Я поговорила с администрацией, с управляющим. И он разрешил мне снимать, как у них расположено. Потому что очень много людей, которые у меня подписаны, просят показать, как сейчас в Ташкенте устроены магазины. Какая ситуация состоит с продуктами. Вот я вам показываю цены. 15 990 это бананы, ну 16 тысяч, грубо говоря. Я сама отовариваю здесь. И хотя в Фейсбуке очень много пишут, что там товар некачественный, там туда-сюда. Лично я с этим не сталкиваюсь никогда. И, надеюсь, не столкнусь. Мне почему нравится в таких магазинах отовариваться? Потому что выбираешь тот продукт, который тебе нравится. И по качеству сам что выбрал, то и получил в итоге. А на базаре, какая бы цена ни стояла, все равно засунут то, что им не нужно и вам не нужно. Соки здесь стоят. Каждый раз обновляется линейка соков. И согласитесь, что, конечно, в супермаркетах товар получше качества. Ну, есть на базаре хорошего качества, конечно, товар, я не спорю. Вообще супер качество есть. Но в связи с тем, что это очень дорого по сравнению с корзинкой, или с макро, или с хавасом, то, естественно, здесь выгоднее отовариваться. Засушенное киви. Манго засушенное. Ну и цены, конечно. Хотя киви, видите, сушеное киви 42 тысячи. Ну, 43 тысячи килограмм. А нет, за 300 грамм. А здесь 146 манго. Орешки у нас полно. Каких хочешь? Грецкий чищенный. А это рыбный отдел. Рыба во льду, свеженькая. Судак, толстолобик и форель. И живая рыба, конечно. А это здесь уже полуфабрикаты рыбные. Креветки очень хорошие есть. Есть мелкие креветки. И мидии есть. Мне здесь нравится тоже мясо покупать. Всегда точный вес. Даже перепроверяла. Не знаю, как у кого. У меня показывает всегда четко на весах. Если здесь берешь то фарш, то, допустим, мясо любое. Это наша корзинка. В следующий раз, конечно, я вам покажу хаваз. Это здесь курица-гриль. Можно свежая уже разделанная взять. Майонезы. Но я в последнее время вообще дома готовлю майонез. Ну, зависит от рецепта. Но в основном на молоке. Тоже получается очень вкусно. И быстро. Что бы там ни говорили, майонез есть нельзя. То-се. Но я все равно употребляю его. Приготавливаю сама. Ну, привыкла уже. Это молочка. Ну, пожалуйста, что твоей душе угодно. Выбирай на любую сумму. Яйца мы здесь часто берем. Вот, кстати, надо будет взять. Я потом отоварюсь. Я обычно вот это рисок и яйца беру. Молоко, если берем, то в основном мне нравится мусофо молоко. Ну, если мусофо нету, то я беру это молоко, ластель 6%. А еще мне здесь нравятся лепешки. Очень вкусно делают. Хорошие лепешки. На базаре говорят, что есть такие. Но в основном я беру здесь. Внучки у меня тоже любят. Особенно горячая лепешечка со сливочным маслом. Вообще классно. Либо булочные изделия здесь. Привозное, что-то свое. Ну, у них в основном свой хлеб. Вот лепешки кекут. Скоро Новый год. Надо уже, как бы, думать про это. Помните, как раньше при СССР все запасались заранее консервами, майонезом, сладким, печеным и так далее, и так далее, там, мукой даже. Торты я практически не ем в редких-редких случаях. Когда прям вот охота сильно организму, бывает такое, то я, конечно же, покупаю себе кусочек и съедаю с удовольствием. Нравятся семечки джин вот мне. Ермак тоже хороший, но джин вкуснее мне. Ну, а не то, что черные и такие вкусно прожарка. Внучки любят наклейки. Ну, они еще маленькие, 4 годика. И вот год и 4 месяца. Поэтому, конечно, другие варианты им не подходят. Наклейки они с удовольствием собирают. И что мне здесь нравится в корзинке на данный момент, вот, утром, то, что музыка не орет, как сумасшедшая. Да, музыка играет, но не так громко. Поэтому нормально так. Конечно, YouTube будет на меня ругаться, потому что здесь сейчас играет произведение частное. И могут затребовать авторские права и так далее. Но ладно, ничего. Зато мои подписчики будут довольны, что я показала корзинку. Мне просто прислали денежку. Задонатили и попросили очень снять эти магазины, супермаркеты наши, ташкентские. Ну, по возможности. Я вот выполняю просьбу. Очень приятно, когда твоя работа оплачивается. Почему? Потому что YouTube не оплачивает нам работу. У нас только могут на рекламах. И то, у кого очень много подписчиков. Я же пока много подписчиков не имею. Но надеюсь, что когда-нибудь у меня будет, конечно, много подписчиков. Возможно, выстрелит и скоро очень. Но пока вот донатит ребята мне не обязательно. Я даже этих людей не знаю. Просто приходит, вам продонатил такой-то. Вам продонатил такой-то. И сумма. А все реквизиты у меня указаны там в описании. Ну, мне сказали, что я немножечко неправильно сделала. Говорят, что, чтобы я выставляла все реквизиты на донаты внизу в описаниях. Не там, где у меня каналы, видео и так далее. А канале, где написано. А именно внизу каждого видео я должна, оказывается, ставить номер с карты, куда скидывать денежки и донаты. И тогда будет правильно, оказывается. Ну, вот я сейчас детям здесь тоже куплю пюре. Завтра я работаю бабушкой. И послезавтра тоже бабушкой. Поэтому на два дня мне надо затариться. Деткам. Ну, я так, конечно, пюре беру им. То, что они любят. Соки беру. И что еще здесь мне нравится, отдел для сахарников. Здесь тоже хороший выбор у них. Я просто хожу, показываю продукцию, какая есть, и есть. Производителей очень много стало в Узбекистане. Практически производят все. Вот от одежды и до спичек. И могу сказать, что качество тоже хорошее. Также не забывайте соблюдать социальную дистанцию в два века. Когда же закончится этот коронавирус? Или уже закончат с этими объявлениями? Потому что от гриппа умирает не меньше. Гриппом болеет не меньше. Но, однако, почему-то все предупреждают, что есть корона. Ну, конечно, в магазинах то, что им скажут, то они и делают. Потому что по-другому скажут, закрывайтесь. Ну, как есть. Здесь мне тоже нравятся травы. Очень хорошие. Кстати, вот у кого давление, я рекомендую вот эти вот настойки, этой фирмы. Заваривайте чаек, и давление очень хорошо в норму приходит. Я брала от давления. Для зрения есть, для нормализации сахара, видимо, на основе стевия. Я так думаю. Вес и фигура, ну, про это я не знаю. Но вес и фигура поддерживается питанием и физкультурой. Это точно. А чтобы глюкемический индекс был в норме, конечно же, нужно правильно питаться. Я, если пеку, то пеку на щедром лете. Мне очень нравится щедрое лето. Это маргарин. Но очень хорошо получается на нем выпечка. Отдел с приправами. Тоже очень много фигураций различных. И так аккуратно, все красиво упаковано. Кому только надо, любые, пожалуйста, пакетики. Такие чаи я тоже беру. Мне нравятся вот такие чаи. Слипы я брала. Со смородиной мне не очень понравился. Но детям понравился. Глинтвейн мне понравился тоже. Ну, у всех же вкусы разные. И еще один я препарат брала. Здесь сейчас нет его. Ой, не препарат, чай. Но они как лечебные чаи. Сбор чаев, которые мне так очень нравятся. Рекомендую тоже. В принципе, наверное, так же, как и везде, наша сеть магазинов, супермаркетов практически одинаково. Продукты, распасовка, упаковка, все одинаково. Кисели. Вот у меня муж попросил кисели. Сейчас тоже куплю и сварю ему киселек. Масло. Ну, всегда удивляюсь, когда говорят лакто, да, лактобактериями. И каша, лактобактериями, там, кефир или так далее. И срок годности у них прям вот по два года, три года. Ну, хотя бы минимум год. Лактобактерии столько не живут. Даже какая бы каша ни была, ну, она с бактериями не может быть так долго. А здесь идут скидочные уже варианты. Вот на чай скидка был 19 тысяч девятьсот, ну, двадцать тысяч. Сейчас двенадцать тысяч. Тез тоже хорошая фирма, мне нравится. Мы ее покупаем. Ну, вот ароматизированные чаи Тез мне не очень нравятся. С бергамотом нравятся. Вот со смородиной мне вообще не зашел, не понравился. Почему? Потому что прям сильный такой аромат. Ну, у смородины не бывает такого прям резкого аромата. Не, ну, он может быть и есть, но может быть с концентратом аромата перепутали или перестарались. Вот с бергамотом нормально у них. Ну, вот, в принципе, друзья, так вот выглядит наша корзинка изнутри. Ничего плохого сказать про нее не могу. Не из-за того, что мне разрешили снять или там зайти и поговорить, рассказать, показать вам. А именно из-за того, что я реально здесь отовариваюсь, и, ну, не было такого, чтобы плохой некачественный продукт я купила. Ни молока, ничего. Ну, вот, бывают такие люди, которым на это везет. Редко, как говорится, но метко. Бах, и попали. Очень много постов читала, отрицательных, конечно, но я вот один из тех, кому это не попадало. Слава богу. Я всегда такая говорю. Слава богу, что я прочитала, и слава богу, что мне это не попало. В общем, вот так вот, друзья. Пишите мне, присылайте донаты. Буду выполнять в первую очередь ваши просьбы, потому что я считаю, это уже как рако-безаловка. И какие бы обстоятельства ни были у меня, я буду стараться выполнять. Всего вам хорошего. До новых встреч. Встретимся уже в Хавасе. Встретимся уже в Хавасе. Продолжение следует...